Я думал, ты не будешь тучать. Давай-давай, завтра, послушай. И нет, это не Саня Френтеймер, это не Леша Кореш, не Саня Парадеевич, это я. Ну, наверное, даже не крайний, а последний раз захожу в эту квартиру. Как бы эта грустная не звучала вообще как-то с печальной ноты, начиная ром-тур своей новой квартиры. Но я такой человек, который безумно любит одушевлять предметы, места. И поэтому хотел отдать дань своей старой квартире, вот этой комнате, где я смонтировал все видео, ну, что-то все себе лавров накинул, где-то. Где? Склейка не видно, ты должен так же с тусом смотреть, опа. Отдать дань своей комнате, где создавалось и снималось очень много видосов. Именно с этого дивана начались первые лайфхаки, скрипучий, до сих пор скрипит. Хотел сказать огромное спасибо этой квартире. Как-то слишком вкусно, реально. Все, началось. Безумно странно смотрится она, потому что она в своем передоначальном виде, и ощущение, как будто меня ограбили, а не то, что я переехал. Спасибо этой стене за то, что выдержал бутылку. И вот эти, знаешь, все флэшбэки вот. Спасибо этой ванне за то, что на себе проверил кучу различных экспериментов. Спасибо этому туалету, который принял в себя... Градирог, Илюх, чё у тебя пошмот... Илюх, чё тебе пошмотком расскажи? И, наконец, спасибо этой кухне, которая на себе также проверила много чего. Много различных... Много кулинарии. И вот эту. Не потянет? Нет. И сам. В параллельной вселенной. Напоследок надо, я думаю. Не, не, не надо. Надеюсь, следующий хозяин этой квартиры починит тебя. Микроволновка, кстати, на месте. У меня в ролике в бустер ее украли, я ее обратно забрал. Чё? Еще раз. Чё? Спасибо этой квартирке. Но... Ну, наступает новый этап, новый сезон. И давайте уже перенесемся в новую квартиру. А, кстати, спасибо лифту за то, что выдержал все наши анекдоты. На дискотеке сельской. Анекдот заканчивается. Опа, а все блогеры, когда снимают рум-тур, они впускают оператора в свою квартиру. А мы делаем наоборот. Ну, может, расскажешь что-то про квартиру. И вдруг ты встал. Я вообще не хотел сюда переезжать. Каролина нашла эту квартиру. Я когда приехал, у меня какое-то было настроение плохое. Я думал, что мы совершаем этот переезд ради переезда. Мне не хотелось здесь находиться. А потом как-то я ощутил, насколько здесь круто. И я очень благодарен Каролине за то, что она настояла на том, чтобы мы сюда переехали. И в первую очередь она создает уют в этом доме. Я знаю, что она меня слышит, но она не хотела сниматься. Но я надеюсь, что я сейчас подкинул слов и ей есть что сказать. А почему? Почему у нас так много места, а ты гладь на кухне? Я в коридоре глажу. Испыли, я в коридоре. Илья, нет, я не накрашена. Здесь кран уже это... Серьезно? Да. Начнем с прихожей. Здесь такой коридорчик. Мне очень нравится то, что здесь какая-то подсветка. Она правда не настраивается. Здесь можно сделать вот так. Создать какую-то ламповость. Ну, по ночам в основном у меня так. Потому что я не люблю, когда много света. Квартира очень светлая, яркая. Да блядь, да что ж ты подглядываешь? Я не люблю, когда много света. Здесь есть какое-то количество коробочек. Не успели вынести, извините. Я показываю свою реальную жизнь. И ничего от вас не скрываю, мои любимые подписчики. Очень нравится вот эта штука. Это называется мастер-кнопка выключения всего света. Это сделано почему? Ты когда выходишь, нажимаешь, бам. Везде выключился свет. Абсолютно везде выключился свет. И тебе не нужно в кроссовках вот так вот его идти. Ёжка, твою мать, блядь. Гардероб обширенный. Если в той квартире у меня была одна вешалка, то тут целая комната. Все курточки поместились. Чемодан, модем, кроссовки. Никита, манатпак, не прям. Не знаю, ты, если что, задавай мне какие-то наводящие вопросы, чтобы... Мы все-таки вдвоем обозреваем. Вау, Илюх, сколько одежды у тебя тут? Достаточно много. Сейчас мы будем наличие призраков проверять. Твою мать. Это ты его сатируешь. Я си язык. Я последнее время разговариваю таким голосом, я не могу. Это у меня какая-то личность просто просыпается. Я без него сатирую. Ну, то, что ты имеешь в виду жвачки. Твою мать. Сланцы. Сланцы. Изи. Канни мадапакин баст. Ладно, прошли дальше. Здесь у нас две полочки для кроссовок. Очень много места. Также, также, нам и господа. Гироскутер? Андрей Кукошко подарил мне, по его словам, я их не проверял. Самый дорогой гироскутер в мире. В Москве. Это самый крутой гироскутер, который мы нашли в Москве. Без шуток. Реально самый крутой. Ну, я вообще не особо хочу кататься на гироскутере. Я просто боюсь. Обратно просто затаскиваю. Да, просто обратно. Он попросил, кстати, снять видос, как я катаюсь на этом гироскутере, но... Я не сниму, твою мать. От семи до десяти. На твердую девятку. Тут свет просто... Вот почему девятка? Ну, ладно, десятка. Но здесь почему-то находится выключатель, который ни на что не влияет. Возможно... Нет, это прощение, просто китайский ребенок умирает. Да, да. Сука. Это жесткая шутка, твою мать. Возможно, у кого-то в другой квартире просто выключается свет. Ну, лежу еще, греюсь. И в моменте, бах, выключается свет. Я все-таки договорился с Каролиной, чтобы она покинула эту комнату. Это зал по совместительству с кухней. Если в прошлой квартире... Я буду часто ссылаться на проблемы прошлой квартиры. Да, она была гиперуютной, особенно кухня. То здесь очень много места и очень много места для хранения. Собственно, здесь телевизор, смарт-ТВ, плойка стоит. Термопод очень прикольная штука в замену к чайнику. То есть, здесь всегда кипяток находится, тебе не нужно ждать, пока все это разогреется. Просто подставил, поскольку я безумный фанат чаев. Вот они у меня, кстати. Здесь даже у меня для чайных церемоний история стоит. Соковыжималка, тостер, гриль, который подарил Олег Кофе. Вот я слышал, что соковыжималку очень запарно мыть. Да, да, да. Это у нас Каролина ответственная за мытье. Очень мне нравится делать бургеры, стейки, как вы уже это поняли. О, мед. Очень много меда там. Почелы ставьте лайк. Посудомойка. Это просто мастхэп в каждом доме. Мусорка. Холодильник. Не смешно было. А, твою мать, я тебе должен набить тебе лицо. Ты как называешь? Что вот самое вкусное в холодильнике сейчас находится? Банановый кетчуп, ясен. А, чё? Робот-пылесос. Настольные игры тут какие-то Каролина купила и череп мама с Мексики привезла. Ну, череп, мне кажется, все видели. Да и вообще остальные предметы тоже как-то мелькали в видосах. Да, кстати, мы по квартире ходим, я не заметил каких-то новых вещей. Ты, может, что-то заказал? Кстати, поскольку квартира стала гораздо больше, чем прежняя, я понял, что очень многих вещей не хватает в этой квартире, поэтому мое все свободное время выглядит примерно вот так. Как правило, я курсирую между большим количеством сайтов и не представляю, что бы я делал без своей волшебной палочки в мире онлайн-покупок, сервисов, приложений и так далее. С Тинькофф Айди я абсолютно не трачу время на регистрацию, авторизацию, вход, верификацию, заполнение данных и прочие онлайн-радости. Вот, например, в моем профиле Авито есть значок «Документы проверены» и продавцы сразу видят то, что я надежный покупатель. И все почему? Потому что у меня есть Тинькофф Айди. Больше не придется заполнять кучу форм и подтверждать личность. Все делается в пару кликов. Забыли пароль? Неважно. С Тинькофф Айди заходим на сайты по номеру телефона, получаем смс с кодом и вуаля, мы внутри. Верификация в соцсетях, на финансовых маркетах, на сайтах по поиску работы, в службах доставок, в личных кабинетах госсервисов. В общем, открывайте любые онлайн-двери с Тинькофф Айди. Если, например, нужно купить авиабилеты, больше не надо заполнять кучу полей. Заходите на сайт S7 с помощью Тинькофф Айди и все ваши данные будут заполнены автоматически. Никаких бумажек, копий, фоток, документов, никакой головной боли. Это не только удобно, но и безопасно, ведь все ваши данные зашифрованы и передаются только тем сервисам, которым вы доверяете. Короче, Тинькофф Айди это ваш личный помощник в мире онлайн-услуг. Дружно летим по ссылке в описании и регистрируемся. Попробуйте, вы не пожалеете. Здесь настраивается обогрев полов. Полы теплые, это очень круто. Пошли дальше, блядь. Че, для сатирки? Здорово, су! Да и хрен с ней, с этой склейкой, чувак. Это спальная комната. Кровать. Матрас мы принесли из предыдущей квартиры, потому что он гипермягкий. Я могу доказать это очень просто. Виталик сейчас ляжет, и он просто, ну, не захочет больше работать. Никогда в жизни. Я и так не хочу. Ладно, ты не переиграл. Также можно создавать уют. Нажимаю кнопки. В каждой комнате есть кондиционер с настраиваемым. Это просто безумно круто, потому что в прошлой квартире нам не дали сделать кондиционер. Ну, когда делают кондиционер, нужно пропиливать квартиру. Поэтому я пользовался, как это называется, кондиционером, который передвигается сам. А здесь просто оп, ты выбрал температуру. 20, сколько максимально можно. Температура во всей квартире. Ты вообще, ну, это у кого вообще такое есть? Также для уюта. Это автоматическая точилка для ногтей. Вот. Щипчики, идите на! Это вы прошлый век, вашу мать! Это небольшой балкончик. Андрей Кокошко, когда зашел сюда, сказал, что нужно сесть вот на это кресло. Здесь у меня вид открывается чудесный. Ну, я пока что еще не решил полить его или нет, но думаю, пока что не стану. Сидеть и придумывать идеи для видео. Сзади меня комната с кондиционером. Немножко шумит, но в целом все хорошо. И вот растение. Идем дальше. Ага! Попался, придурок, дебил. Думал, где спрячешься? Гардероб! Это второй гардероб уже. То было для верхней одежды, а здесь уже конкретный суп, твою мать! Ну, что я на себе ношу, в принципе? Здесь часть Каролины, здесь часть моя. Здесь неинтересно, а здесь реальный хайп! Что это? Опиум, братанчик. Так, как его опиумное движение. Что мне нравится, то, что у меня с головой поместилась вся моя одежда. Очень комфортно, удобно, все развесили. Еще место осталось. Подежде что, есть какие-то вопросы? Подежде нет. Тут, тут плавки. Насколько справедливо, рассадите, то, что мне два шкафчика принадлежат, остальные четыре принадлежат Каролине. Это несправедливо! Напишите об этом в комментариях! Справедливо! Ну ладно, у девушек, по идее, по одежде больше предрасположенности. Парни в основном ходят голые! Я человек, который безумно любит принимать горячие ванны. Вот, кстати, реально, вот единственная полезная вещь, которую вы можете написать в комментарии, я не знаю, хотя буду ли я верить вам или нет. Полезно ли принимать ванны на постоянной основе? Но мне по... Постоянно после того, как я возвращаюсь после съемок, принимаю ванну. Иногда, если день у меня не забит различными делами, я тоже принимаю ванну, потому что я там лежу часами, ну, без рофа. И вот эта ванна... Ну, вы сами все поймете. Ванна с видом. Ты лежишь в ванне и смотришь на город. Это очень круто, реально. У меня здесь также находятся бомбочки для ванны, соль для ванны. Это вот мое место вдохновения. Я вот лежу в интернетах, придумываю вот здесь идею, очень много идей реально придумываю в ванной. И все пошел в ванной, когда смотрел чужие каналы. Очень удобная штука, то, что две раковины. То есть, если ваша жена твою мать принимает, если ваша жена чистит зубы, а раковина только одна, то вот решение две раковины. Я не знаю, как ты хотел... Что-то я не знаю, что-то меня повело. Я сам не понял. Слово жена? Не, не, не. Что я понял за 25 лет жизни? Вы вообще знали то, что есть правильный способ чистки зубов? Ну вот, берете щетку. И то, что если вы ее просто вот, ну, просто отбалды, ты чистишь зубы, то это неправильно. Правильно чистить зубы, вы берете ее как ручку. Ну, как ручку. Ну, короче, вот так берете. И вы должны ее как метлой вычищать зубы. То есть, вот берете, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И с той стороны тук. На три движения, три-два движения на зуб. Три-четыре. Далее. Очень важный момент. Это вот такая щетка. Я не знаю, она как-то называется. Это не хлама, я чисто, ну, реально совет по жизни. Потому что если вы не будете следить за своими зубами, вы потом оху** за них платите. Мне повезло, где дерево постучать, то, что у меня зубами вообще нет проблем, вот, допустим, у Лехи, у него там киста какая-то хуйня, все брекеты ставят, а у меня как-то, ну, зубами повезло. Далее, вот эта щеточка, вот, то, что вы чистите, между зубами трудные места, которые вот эта щетка не попадает. Очень крутая штука, скребок для языка, помогает избежать неприятный запах изо рта, вы просто ее вот так вот, вот конкретно мой, просто так чистить и вот всю вот эту хуйню. Ссылки на все, не в коем случае твой продукт. Да, да, и нить для зубов тоже очень важная штука. А вот нитью для зубов я, допустим, пробовал, не получилось у меня. Не получилось? Я не понял, как. Смотри, ты просто берешь, ну, не жалеешь вот такой кусок, и вот на два пальца вот так вот намотал, то есть прям вот... Тушишь. Просунул и высунул, и все. И нюхаешь, и понимаешь, что здесь вообще пиздец. Что, сранник? Каролина недовольна была за то, что он черного цвета и вообще, в принципе, типа, раковина, она не любит черного цвета и унитаза. А мне нравится за то, что у меня черный, мать его! И вот это очень... О, жабомойка. Жабомойка, это вообще очень крутая тема. Я не знаю, почему, как бы это мерзко не звучало, но мой кал, он как-то со временем эволюционировал, его стало очень трудно очищать бумагой. И вот эта штука, она просто спасает. А, это для этого? Берешь вот, и вот чик, вжал и все. Вжал и сидишь 20 минут, кайфуешь. Не, холодная первая, там вообще заряд бодрости. Ну вот это, чуваки, это просто... Вот так вот все включил. А вот тоже ступеньки тут. Ступеньки, да. Для кого? Это чтобы ты взял и вот заднее сальто вот туда сделал. Еще вот у меня стоит конкретно светильник, чтобы вот для какой-то атмосфер. Понял. Пошли тогда, что, в другую комнату? Святая святых. То, где я буду проводить, наверное, 90%. Основное время во время бодрствования. Это моя комната. Приготовьтесь. Я потратил туда очень много времени. Потому что Киролина все расставляла в квартире. Я, конкретно, занимался только там. Вот такая вот история. И тут должен быть даб-степ такой... ПАК? ПАКА? Ну, заходи. Ку** ты встал. Я за что плачу? Ты ленивая жопа. Смотри, во-первых, бах! Твою мать! Ну, ты скажи, с чего начать? Что, что, что тебе? Первое, что влезет в глаза полочки. Все фигурки, которых не было видно. Это стеллаж. Во-первых, начну с небольшого минуса. Я заказал светодиодную ленту. Не хватило немножко, и она вот здесь вот заканчивается. То есть здесь уже свет не провели. Но я заказал вот сегодня новую, потому что только сегодня ее наклеил. Фигурки! Я уместил все свои фигурки. Наконец-то! Им выдан нужный фокус. Если раньше они просто на комоде каком-то стояли в какой-то кучке, то здесь уже конкретно каждая несет за собой микросмысл. Снизу награды премии бустера Slay. Я думаю, вы видели за лучший трек и лучший рейл стрим, но он принадлежит ко стену. Но я думаю, когда у нас офис будет, мы уже поставим туда. Вот здесь вот интересно. Почему у тебя тут 1, 2, 5, 6, 7, 12 компьютеров? Хорошо считаешь! В глаза бросается вот эта штука. Это Nanoliv. Мой продукт. Ссылка в описании. В общем, безумно мне нравится такой светильный прибор. То есть это комплект из 15 вот таких палок, которые собираются воедино в какую-то фигуру. То есть фигуру вы можете сами придумать. Я вот придумал. Вантазии мои хватило вот на такую штуку. Я очень долго выбирал, пересобирал. Где-то часов 5 в совокупности. Но еще сверху мы наклеим треугольники. Они будут вот так. Вот, собственно, я закончил делать свои световые фигурки. Добавил сверху такие же панелики, как и снизу, только треугольники. В приложении можно совмещать огромное количество оттенков. Вот так. Камера, к великому сожалению, не передает цветовую атмосферу, которая здесь царит. Еще из интересных штук здесь есть режим, который реагирует на музыку. У-а-а... У-а... У-у-а... 52! Также я осветил правую часть стеллажа, и выглядит это как-то так. Еще раз повторюсь, насколько же камера не передает того, что в реальной жизни видит глаз. У меня теперь есть вот такой вот крутой фото для видео. Который я конечно же могу изменять под понравившийся мне оттенок. Дальше. Здесь стоит монитор. Это, что важно, не телевизор, это монитор. Скоро у меня появится еще один компьютер, кое-какая компания, я еще не хочу спойлерить, собирает мне компьютер, который будет стоить полтора миллиона рублей. И он будет здесь стоять, я здесь уберу. Вот копилочка, моя картина, которую мне подарил Данила Горилл. Это спрей для увлажнения лица, в целом, я не знаю, по каждому он проходится. Это медиклайтура, которую мне подарил Витя. А давай я сыграю, что-то подставит просто. Я очень много времени потратил на распаковку, знаешь, как в Майнкрафте, когда у тебя куча всего, и ты сервируешь сундуки. Вот это совет от Ильи за 25 лет. Чистота в комнате, чистота в голове, или вообще так говорится. Поэтому я рассортировал абсолютно все, каждый ящик что-то за собой несет. Вот этот ящик у меня отвечает за флешки, за флешки, там вот чуть дальше. Далее мы идем все, что связано с... Ооо, вот это прям хорошо. Далее все, что связано со звуком. Здесь все, что связано с комп, периферия, тут у меня пара лампочек лежит. И здесь просто разного характера приборы, VR-шлем, который мне подарил Олег Кофе. Слева здесь различная медицина, плюс всякие аромки. Очень люблю ароматы, вот у меня, допустим, увлажнитель воздуха, он с аромкой идет. Можешь последнего шкафчика за 10 секунд показать? Б***ь, нюхуйся. Так, б***ь, документы. И здесь просто различные... Ох, твою мать, это ЛИТ ЭНЕРЖИ! Здесь у меня лежат очки, йо-йо и всякие мелочи там. Наклейка свежих. Ну это с гильдии героев, чувак. Это с фильма, который вы***л вас. Ну нас тоже вы***ли, но это уже другая история. Беговая дорожка, очень важная... Что? Да, это беговая дорожка, которая раскладывается. Использовал три раза. Я думал, это увлажнитель какой-то в прошлой квартире. Чего? Нет. Настольный пылесос. Легендарная штука. Это... Ну... Вот такие мелочи она засасывает. А-а-а! Вот такие! Это очень не смачная шутка. Доска очень прикольная, записывать свои планы. Я в основном пишу рекламу или проекты, которые мне нужно сделать, чтобы ты видел, заходил в комнату и вспоминал. Балкончик тоже с видом. Безумно люблю залипать на город, особенно ночной. Подушка. Геральт из Риви. Шкаф. Вот это вот. Это не то чтобы коллекция моя, но вот камеры, которой я пользуюсь, на которой я снимаю ролики. Даже вот объектив, на который Виталик снимает, он принадлежал этой камере. Мы ее ограбили. И очень прикольная штука. По ссылке в описании, конечно же. Через вот эту хрень можно стримить. С камер. Я не знаю, я ребятам про это рассказал, они ни разу этим не пользовались. Но, возможно, если я когда-то буду возвращаться к стримам, то я, возможно, затащу вот эту штучку. Тут все, что связано с ремонтом, плюс уборка и тоже различные мелочи. Я их еще не разложил. Далее, вот это по поводу сортировки. Здесь провода, 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 провода. Посмотри, как сделан кабель-менеджмент. Проводки вообще не висят. А там до хрень проводов, поверьте мне. Это массажер для ног, который нам подарил на Новый год Саня Фреймтемер какой-то босяцкий прям. Очень приятно, когда ты сидишь и тебя ноги массируют. Перейдем в следующую комнату. Вернулись в коридор. Небольшая инфа по квартире. 90 квадратов. Плачу я за нее 240 тысяч в месяц. Я понимаю, что вы сейчас оху**ли. Но как-то так. Это Москва. Это практически центр города. Это очень крутой ЖК. У меня есть своя парковка, свое машинное место. Если в прошлой квартире у меня не было машинное место, и мне приходилось на улице постоянно парковаться, ты едешь в 3 часа ночи после съемок и еще 30 минут тратишь на то, чтобы припарковаться. Плюс у меня были ситуации, когда меня кефиром обливали машину. Зачем так близко снимаешь? Постоянно люди, которые находили предыдущий адрес, они рисуют на машине. Короче, это прям дикие все. Плюс сейчас зима, ты садишься в теплую машину, тебе не нужно ее долго прогревать. Сплошные удобства. Если вы оху**ли цены, то можете зайти на авито, также ввести параметры. Трехкомнатная квартира. И вы поймете, что за эти деньги это очень крутая квартира на самом деле. Двери зеркалом, потому что в прихожей его нет. Вот тут, если выйти посмотреть, как ты выглядишь, вот такие вот движения поделать. За этой дверью находится бойлер, плюс предметы для уборки. Очень приятная комната. Это второй туалет. Отличается он тем, что здесь душ. Если в ванной, когда тебе быстро нужно помыться в ванной, это не особо крутой инструмент, то душ. Это очень крутая история. А еще, что прикольно, я когда моюсь, вот так телефон кладу и врубаю твич и смотрю через вот это окошко. Также здесь есть третья комната жилая, но она еще пока что не готова. Совместным нашим решением эта комната будет принадлежать Каролине. Как видите, здесь вот уже предыдущий матрас. И она здесь будет использовать эту комнату как свой кабинет. Либо мы переделаем эту комнату как гостевая спальня. Когда кто-то приезжает условно к нам. Развлекаловка отдыхающая гостевая. Ну да. Сушильная, под матрас, подставка, да и санкомната. Да, 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 да. Еще раз хотел выразить огромную благодарность своей любимой девушке за то, что создала уют. По ссылке в описании. Ссылка на мой любимый видео. Вот она здесь очень хорошо поработала, прям как Олег. Не все выкупают, наверное. Как-то так. Более-менее подробно рассказал про свою квартиру. Надеюсь, она вам... Да, я уверен, что она вам понравилась. Мне она безумно нравится. Сотология какая-то. Я уже полюбил эту квартиру. И мне хочется в нее возвращаться и возвращаться. Надеюсь, что если мы будем в ней снимать лайфхаки, то эта квартира не разрушится. Ставьте лайк на это видео. Подписывайтесь на мой лайв-канал. Пишите в комментарии. Может какие-то вопросы остались. Постараюсь поотвечать. Не, реально интересно. Если у вас есть какие-то вопросы по каким-то там мелочам или предметам, я буду рад вам ответить. Даже реально интересно. Все. Спасибо, Виталий, за то, что провел со мной это время. Всем удачи и всем пока. Скоро выйдет видос на основном канале. Я вот, может скрины какие-то выложу или части за спойлерю видос. Да? На руках это сейчас. На видосах, да. Да. Вот, собственно, что вас ждет. Так, давай тогда рекламу снимем. Да. Да. Это тоже встатнее. Да.